И снова всем доброй ночи, друзья. Мы продолжаем с вами смотреть Нижний дивизион Северной Америки в рамках ДПС первого сезона. И тут Фэлт играет, как я думаю, что вы уже заметили, с заменой, так как их кэрри, видимо, так и не смог подключиться к игре. Вот, такие вот дела. Ну и арк шпаковывает в карту. Мы не знаем, что это за замена. Вдруг он жесткий? Вдруг. Вдруг он реально поиграет, они сейчас защиткаточку, потом играют третью. И они поймут, что с ним будет попроще играть дальше и просто возьмут его в основной состав. Понять бы еще, откуда он хотя бы, из какого региона. Я думаю, они понимают, раз они его взяли. Ну, действительно так. Короче, все может быть. Можно, конечно, похоронить Аза-За, стендинг, сейчас им конец, они ничего не смогут сделать. На самом деле, да, это близко к правде. Обычно так это еще и происходит, но вот кто его знает. Иногда чудеса случаются. Ну, учитывая опыт суммарной сыгранности этой команды, я думаю, что большой разницы-то по сути нет. Если действительно тот чел, которого они нашли на замену, какой-то хороший исполнитель. Да, поэтому... Сиггернаут это, видимо, то, на чем он будет играть. Командный герой. Палочка, она хороша, когда пять героев лечится. Вертушечка хороша, когда пятерых героев дамаж. Следовательно... Они будут играть в командную доту, в отличие от ТВ. По сингл-таргету все приятнее. Сандер. Следовательно, нужно как-то усилить свой пуш-потенциал с джиггернаутом, потому что один джиггернаут, он не улыбается. Да и вообще в лытье они опять не особо улыбаются. Если аркош гейминг затягивает, то у них как-то все смотрится в разы симпатичнее. По героям. Нам нужен какой-нибудь сочечный оффлейнер. Он не боится дримкойлов, сайленсов и всего остального, он еще какой-нибудь такой плотняш. Может быть это он, вайпер троечка, может быть это вайпер мид, там я думаю ребята будут отталкиваться от того, что возьмут противники, такой флексящий вайпер. Но вайпер уже лейт, вайпер уже лейт, качает пассивочку на максимум и пробивать его этим героями довольно сложно, при этом он не боится дримкойла, потому что он просто стоит на месте и продолжает со всеми домами бороться. И по сути единственное, что его убивает, это ультимейт диспрофит. Все. Тонкий такой пик пока выходит у аркэш геймера, такой вайпер ест неплохо. Поэтому пока мне нравится то, что на пик или фэлт, у них пик уже смотрится лучше, чем драфт в прошлой игре. Ну и в прошлой игре все-таки в итоге они разваливали. Вообще противостояние этих команд походу очень много решает простота пика, потому что видно, что они там далеко не всегда очень круто комбинируют. До конца не реализуют свои возможности, поэтому здесь возможно простота возьмет вверх и пока их сверху он проще. И что, комбинить не надо, париться на тему того, как мы кинем свои спилы тоже не нужно. Все, что надо сделать, это просто хук-шот в любого героя. Ну а дальше ребята автоаттачат жиггернаутом и вайпером. Так, и осталось им, видимо, позицию на троечку себе просмотреть. Возможно, даже на мид сейчас увидим как, потому что аркаши тоже в целом-то могут дп и пака посвапать по второй и третьей позиции. Да, так это обычно не делается. Вообще в этом драфте она смотрится, ну если вот конкретно ее ультимейт, она смотрится супермощным. Ее есть хоть какой-то подсейф в виде андайинга, то есть какая-то подхилочка будет. Кстати. Дмитрий, а как вы относитесь к Стералблейду в пике у команды Аркаш Гейминг? Хорошо, кстати, очень хорошо. Вообще к любому агирщику очень хорошо, к морфингу еще очень хорошо отношусь. Я в Аркаш. Его останавливать нечем, я вот смотрю на контроль фейлтов, у них реально контроля почти нет. То есть один несчастный Клокерк. Видим, берем морфа. Мистер полная гила, катается по всей карте, останавливать его нечем. Джиггернаута в глубоком лейте, он там нормально объяснит, особенно под шейкером. При этом очень хорошо стакается с шейкером. А он превращается в вайпера, тут вообще морф, золотой пик. Аркаш. Бриллиантовый. Это что, короче, золото или бриллианты? Не знаю, если честно, сейчас вам лучше скажу, что у нас Джигбет на этот матч думают. Они у нас думают, что 5-4 на фейлт теперь и 1-13 на Аркаш Гейминг. То есть, по сути, тут есть такой плюс некоторый в сторону Аркаш именно из-за того, что они карту выиграли, но фактически замена как-то мнения сильно команде Фолт не изменила. Интересная тенденция. Да, войд спирит что-то мне не нравится. Куча саленсов. Зулы ему тяжко. Правда, с тулончиком потом будет попроще, но опять пак. Койла гоним. Короче, Морф. Это Б. Что там еще? Мобильнички. Мобильнички. Очень интересно. Ал ин. Аркаш Гейминг. Теперь Аркаш надо ломать. Они же не пойдут в лейт. У них хороший пушпик получился так-то. Да, да, да. Им надо прям ломать, ломать, ломать без шансов. Ну, а Фолт хороший в драке по-своему. Я думаю, с контролем у них проблема будет решаться вот именно появлением Вайда, и у Вайпера будет что-то на мотив Родофотоса появляться. Неизбежно. Ну, Фолты могут дожить на лейта. Очень хорошая защита. Ну, такая не супер, конечно, сильная, но нормальная там. Волна, ракетка, Коги, дучка Вайпера и раскаст Спириты. По сути, только ДП на самом деле их ломает. Вот если ДП с ультимейтом не ломает Тир-3 вышку, то саму на Ликаны здесь ничего не ломает. Саму на Ликаны просто убиваются. И Вайпера. Поэтому мне нравится пик Фолт. Если бы я сейчас слапнул Фолт и Аркош местами, я бы сказал, что легкая для Аркош. Но учитывая, что Аркош играет вот таким пиком, улыновым, все может быть. Посмотрим. Да, на них вера изначально была достаточно большая, но в первую карте проявили они себя не лучшим образом и могли бы проиграть, если бы все-таки не отключился к эре команды Фолт. Я думаю, с достаточно большой вероятностью этого произошло. Но тут они решили поступить совершенно по иным раскладам. Я не знаю. Я вообще ничего не знаю и не понимаю. И у пака первая игра, что это фейк аккаунт какой-то. Да, наконец-то вы это поняли. Я рад. Вы тоже учитесь. Что конкретно? Золотые слова. Не важно. У меня не было никаких ожиданий, когда я сюда приходила. И, в принципе, никаких и не осталось. Потому что так, опять же, с судьбой сложилось то, что это единственный матч в нижнем дивизионе, который я посмотрю, и цельное мнение выстраивать мне было бы здесь трудно. Но все равно, знаешь, я все равно тебе скажу, что Америку такого тира интереснее смотреть, чем СНГ такого тира. Вот именно из-за того, что здесь какой-то больше активности, экшена, драк. Как-то там у нас любят посидеть в нашем регионе, пофармить 40 минут, потом еще 20 минут пофармить, потом, может быть, начать драться. А здесь вот эта бесконечная какая-то вакханалия творится, которая доставляет удовольствие, по крайней мере, тем, что можно на что-то посмотреть. Ты тоже любишь возню, как и Кристалл. А что нет-то? Я люблю, когда на экране что-то происходит. Мы, конечно, можем обсуждать все, что угодно в этой жизни, пока ничего не происходит. Вообще, я думаю, да, что плейбэплей комментатора вообще любому, наверное, когда происходит возня, это идеально. Ну, давайте у нас будет 20 минут паузы еще, и вы будете... Я буду молчать, вы будете говорить все 20 минут. Не, почему? Просто раз мы неплохо про йогу побеседовали, или там прошлое про медитацию. Замечательно, да. Нормально? Ну, хорошо, тогда давайте тему следующего симпозиума. Хорошо, тогда у нас будет время. Она будет, она будет, случайно, она будет подобрана. Там что-нибудь в голову придет и... Ну, у нас еще один игрок русский среди фэлтов остался, который в теории может вылететь. Но вообще, насколько я поняла, у Комфорта просто Ростелеком отличил интернет, поэтому попал в такую ситуацию. То есть, там все-таки дело не в проблеме сервера и отсутствии попытки подключиться из-за этого хорошей какой-то, а именно из-за того, что просто офнулся интернет. Легчайшая была антиреклама? Ну, ладно. Черный пиар, то в пиар. Как сказать? Я, скажем так, долго подходила к выбору идеального провайдера, и много крови было выбито провайдером и у меня, прежде чем это случилось. И какой идеален? Для меня пока МГТС ни разу не тропнулся за полгода. Вам везет. У меня он больше суток не выдерживал. Сутки он уже там, то есть, в общем, каждого по разному. В общем, Комфорта везет. Ну, это, я думаю, от района опять же зависит, покрытие, что-нибудь в этом роде. И от домов, от домов, возможно, у вас дом очень хороший. Сомневаюсь. Ну, что ж, пока у нас тут, что, курьера подрезали первого с топориком. Кстати, очень неплохо тут у нас без топорика в итоге остался Джиггернаут, который был бы рад это дело получить, учитывая то, сколько по нему тут всяким спамят неприятным. Вообще, вот я смотрю на линии и понимаю, что как-то он дайангу трудновато на легкой. Не лучший герой, чтобы душить вайпера. Ну, да, он ему силу срежет, но он все равно не очень хочет идти в размин, вайпер его затыкает. И Ликан, вот он. Вот он может вайпера подушить, но если вайпер будет все делать правильно, он просто кидает тучку, сам заходит в тучку, естественно, волками его не поспамит. При этом он потом спокойно будет бить волков, бить Ликантропа. Ну, короче, земля фухом Ликантропа, если подумать. Мягчайшим, да. Как-то он тут очень плохо себя чувствует. Видимо, то, что он уже без половины хп остался, волки его вообще не живут. И надо что-то придумывать, как-то подфармливать уж не знаю как. Возможно, тут надо как-то колесить с отводами. Но я смотрю, то, что он дайанг погулял за тавры, но пачку за тобой не привел. Плюс линия такая мощная. То есть это Клокверк и вайпер. Если Клокверк цепляет, например, саппорт или Ликан, это 100% фраг. Там получается замедление от атаки вайпера, замедление от батарейки. Кстати, вот Митро Стан и Коги. То есть это вообще на самом деле супер мощная линия. И вот два миличника вообще не понятно, что им учим. А у Джаггера кайф. А и такой вертушечка. На любой сифон ДП он уже спокойно отвечает вертушкой. И еще уроны ей в ответ наваливать. И Шейкер это вот что-то на уровне Никса Сайсина из прошлой игры, который вроде бы такой стоит, да, вроде бы он там что-то делает, но по факту ДП стоит в 1х2. И Шейкер периодически убивает Курьеров. Кстати, вот, потому что Курьеров убивает, он молодец. Он второй раз не дал этот несчастный топорик донести Джаггернау. Только там сейчас еще плюс тапок был, но... Душит, душит, душит. Да. Мы будем надеяться, что Джаггер переживет эту потерю. Ну, они в любом случае стоят 2 в 1. Мы видим, что по крипстату у Джаггера все очень хорошо. Вот. И даже несмотря на отсутствие айдемов, он все равно нормально. Лучше, чем Ликан. Ну, Ликану тут совершенно жизнь помотала. Видимо, крипов у него, в принципе, хватает. Но стоять ему трудно. Я думаю, что довольно много денег он тратит на расходники. Хотя сейчас у него еще и популили тангусики. Я думаю, это с руки Андайинга произошло. Но и с появлением первых же Некрономиконов, я думаю, что Рикантроп вполне должен уходить уже в лес фармить, потому что здесь ему трудно находиться. Хотя пытается Андайин как-то мучить своими дикиями. И я смотрю, что вайперу не всегда приятно. Ну, вайпер сейчас один. На нем 12 стаков, поэтому он спокойно уйдет под вышечку. Но тут я бы обратил внимание на то, что Клокверк очень хорошо устроился. Он уже дважды выпалил. У него крипстат 5.5. И он очень скоро принесет. Ой-ой-ой, под тавар засосала сейчас пака. Но нет, они решили преследовать до Талова, Войт Спирита, и забрать его. Тычка всталась ему, но он нажимает фейрик. И теперь еще парочку придется нажать. Ну, живет, да. Да, броня от вышка решает. Да, Т2 от вышка залез, так что он там сильный. Ой-ой-ой, ну почти решила. Почти решила. Но он побежал криво, ему нужно было бежать в другую сторону. Ошибся. Так, и тут у нас закрыли пятерочку команды Аркош, и эта пятерочка благополучно умирает. Когов. Это то, что будет происходить ноу-стопом на этой линии. Третий и четвертый лвла, и все. И Андайинг, если он подставляется под батарейку, он без шанса погибает. Аликан может только наблюдать за всем этим, молиться, что он очень скоро возьмет четвертый-пятый лвл и пойдет фармить лес, потому что здесь уже стоять, в принципе, бессмысленно. То есть, как-то волчатками можно пытаться там понапрягать вайпера, но это не суперфиктивно, потому что у него есть коррозия в хейсе, он как минимум начинает их напрягать. И эти волки, они сливаются, в итоге вайпера еще получает фонт на голду на пице. Ну, я думаю, что просто Ликан будет пытаться терпеть, пока он не дофармит эти некрономиконы безо всего, и уйдет в лес. То есть, у него это единственная опция. Тут у нас, кстати, закрыли пока Ликан-тропа. Ликан успел разбить ког, чтобы выбраться из-под лужи. И теперь под тавром. Лучшим образом разменивает. Смотри, да? То есть, он вроде бы снес Ликан у хп, но он потратил кучу-кучу маны. Правда, сейчас он, видимо, отойдет и пригенится, но ключевое то, что у него очень мало манов в хау, просто это он. Так, у Зако почти первый некрономикон это есть у Ликана. Он до своего дотерпел. Сейчас Клокперк вернется, он нарегинился и ману. Ману нарегинил. Ликан без сапога все еще. Спанули. Вайпер. Ой-ой-ой, Вайпер. Вайпер живет, брат. Вайпер живет. И он еще и убьет. Да, пару ударов. Чуть уйти. Красиво. И оставить Клокперк вообще было бы идеально. Джаггер. Джаггер отъехал. Клокперит Шейгер, он просто бегает, всю карту у него герает. Да, он подошел у нас с Андайенко и убил все-таки Вайпера, забрав с этого дела золотишко. Ну, в принципе, все супер плохо, пока у нас на линии только у Ликантропа. Остальные все показывают себя хорошо. И то, если посмотреть на Нетворк с Ликантропой и Джаггера, у Джаггера почему-то меньше. Не думаю, что дело в отсутствии, топориком. Хотя, возможно, без него у вас хит не получается. Ну, вообще, интересно, но он убил больше Ликана крипов. Да. А, нет Нетворк. Что-то, видимо, он то ли крутился мало, то ли еще что-то, то ли расходники какие-то покупал. В общем, что-то у него не сложилось, и Андайенко у нас погибает. Надо провести расследование. Тем временем, тележка движется в сторону вражеской. Вайпер аккуратненько подпушивает, и прямо сейчас Ликану нужно будет обязательно показаться на линии, сделать все возможное, чтобы вышка не надамажила, потому что если первая вышка падает очень быстро, то потом очень удобно выходить в лес. И вот он вроде бы идет, да, здесь еще делает телепорт Андайенко, вот, и пытаются прогнать вайпер. Ну, теперь не крачи подключились, так что это будет чуть-чуть попроще. Ставится сразу там баз, замедлено очень сильно, и убивается достаточно легко. Правда, там, кстати, Андайенко не загнулся. Тоже жив, тоже здоров. Ну, там слишком много лужи постоял, да. Да, в общем, молодцы. Клокверка не было, воспользовались отсутствием Клокверка. Быстренько забрали вайпера. Вот если вайпера нет, если клокверка нет, то вайпера можно валить. Ну, и сейчас попытаются подпушить, раз такая возможность имеется. В случае чего шестой у Ликантропа уже появился, и он вкачивает, соответственно, шейпшифт, чтобы убежать, если на него будет какое-то нападение. И тем временем я смотрю, как Джаггера у нас убивает второй раз подряд, но все-таки у него получилось уйти из-под экзорцизма, который закончился к тому моменту. Еще один спирит-сайфон кидается на Клокверка и уходит Гримло. Вайпера убил. Помянем. Помянем. Клокверк его бросил второй раз. Дважды бросили вайпера, дважды его убил Ликан. Еще внизу за месячек продолжается. Тут, кажется, все не так просто. Хотя мана у Гримло нету, но он продолжает делать грязь вместе с паком и закидывает уже очередной спирит-сайфон Клокверка, и тот будет пытаться уходить за счет Когов. Коги не очень хочется кому-то вписываться, поэтому он там пока посидел в лесочке. Но, в принципе, пак со своим, я думаю, тут уже реализовался. Дримкоилом он больше уже ничего не хочет здесь делать. Был хорош. Клокверк Рарновато пришел на легкую линию. Вот если бы он пришел под шестой левел Джаггернаута, они могли бы сделать хоть что-то. То есть, кукшот. Или там даже без кукшота Коги, он не слышал, можно было бы кого-то убить. Но вот он пришел, стоит Джаггернаут с одним дуэкьюри, и вот он не шестой. Любить кого-либо сложно. Естественно, этим пользоваться Ликаном продолжает душить Вайпера, они уже на 2000 обгоняют. И это вот опасно, потому что если фидит Ликана, он реализует преимущество мгновенно. Ликану фидит нельзя, Ликану надо душить. Так, кулдаун и удар. Пак кулдаун маленький. Ликану он чуть побольше. Поэтому мы ждем, когда пак центра отправится куда-нибудь в очередной раз. И кого-нибудь развалит, конечно же, идеально прийти вверх и убить еще разу к Джаггернаута. Джаггер спокойненько получает, что левел где-то бегает за акустиками, так чтобы его не убил Клокверк. И Клокверк его не может найти. Да, у Клокверка нет варда на линии. Поэтому позволит так вот аккуратненько бегать. Возможно, сейчас. Врываются. На, на. Ручками, 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 ручками. Хорошие Коги, но в таких нету. Вообще, Джаггер интересно, что он решил так агрессивно пофармить чужих лизах. Он мог бы с тем же успехом на своей тройке сидеть, например. У него есть Посест Маск, у него есть Хелен Вард. То есть достаточно ресурсов для того, чтобы в любом месте лиз фармить. Да, вот он Ликана нашел. Он не убьет его. У тебя свайпер. А, у него есть что-то фазбит. Родофатос, что там как? Битцы убили. Не собран еще. А Войтспирит пошел душить андайинга, который под тавром находится. И крипчики здесь заканчиваются. Так что Войтспирит и его попытка накрылась. Да, твои дабака тоже экшен не особо. Да, волчата здесь бегают под эту территорию. Паку убили. Как круто? Старается, слушай. Пока максимальный пак старается унести. Но его на всех не хватает. Он не может на всех линиях помочь. Там и снизу, и сверху, в центре. Убежал сверху, убили вайпер. Убежал снизу, вышку снизу. Пришел на центр, дал хороший кукшот, убили пака, но... Кэкан уже бежит. Да, забирай. Если хп сюда. Если хп Джаггер. На, пусть-пусть. Все, да, заканчивается. И теперь попытка будет забрать саму на Фаттайе. Он прокрутился разочек, но этого не хватило. Зато будет погибать. Ой, господи, хорошо. Убился Абрашана, котел. Не дал себя во виду волку. Ну и следующей жертвой будет, по идее, Клакверк, который уже точно никуда не денется. Это минус три в размину на двоих от команды Атпош. Кэкан доволен. Два героя погибло. У него, не кратчо, скоро будет третий Лелло. Вражеский кэрри, который потенциально бы мог его хорошенько закрывать. У него пока нет вообще ничего. Он страдает. Юнион Этверс. Маленький. Тристоу Юнион Этверс. Да, его почти догнал уже и Шейкер. У которого, кстати, блинк снизу горами. Ну да. То есть, так-то его скоро Шейкер будет закрывать там Марлз. Паком. У него 860 хп. Этот прыгнул Шейкер с ульта. Пак дал первую-вторую. Все, он умер. Это Джаггер, да. Это мой кэрри. Говорят, хелты. Они с ней сейчас пытаются пропушить. Пошла такая мини-агрессия. Причем даже не ясно, что не так вот у этого же Гернала. Потому что вроде фармить есть, их не прессуют по карте. Он на линии тоже мог нормально стоять. Но почему-то вот у него Этверс маленький, денег нет и все плохо. Что не так пошло? Смотри, вышечку. Так, Dreamcoil. Опять хотят убить вайпером. В прошлый раз для пака это плохо кончилось. Но сейчас он подготовился к этому моменту. И да, здесь уже совместными усилиями еще и ДП и Undying у них получилось разобраться. Но хотя все равно пока добить. В этот раз Войтспирит забрал своего оппонента по линии. И сам Войтспирит будет просто ничем не законтролен, потому что там Шейкер не успел подойти. Так что размин получился у нас в тройке на мид. О, господи, какой же тут у нас агрессор прямо на ДП. И ульт, да, очень странно. Ульт на самом деле нажимает, потому что никакой поддержки рядышком нет. Там разве что Undying бегает сзади, но он уже без тамбы. Ультимейт у него рано или поздно закончится. И в итоге этот ульт в молоко. То есть там просто нажал ультимейт. Хочется там что-то сделать. Руну, например, попробовать забрать. Но здесь все прямо на два ствола. Один из стволов упал, да. Тут вот как раз-таки сейчас посмотрим на то, как будут добивать ее. Но тут зарешал вот именно баф ее мувспида, который на ультимейте тоже сказывается. Гораздо больше как-то получается от него бюрста. Дэмэджи в секунду наносится. И вот почувствовал на себе этот соло-клоквер, который стоял один в этом ультимейте. Но все равно размен был. И Джиггернаут тоже свой фраг заработал. И чуть-чуть денег поднял и поднялся. Неплохо так по натуре все смотрю. Ну да, в общем, дупальщика заранила. Ей в идеале нажимать ультимейт вместе с Леканом. То есть им собраться вообще разок вместе. Вот Лекан там вызывает Некрачей, Некрачи бафует команду. Лекан неплохой танк. Пока вот у него 3600 хп, он более-менее может пойти вперед. А, интеллиги стоят сзади и разваливают. Потому что по отдельности так это не работает. По отдельности их сейчас просто будут убивать по КДН. Смотря на то, что у них было преимущество, они его отдают. Беги, малыш. Беги, 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 беги. Фукшот. Эх, балда. Вайпер. А кто даже не кинул? Ты что, издеваешься, чел? Волос, я не знаю, ультимейт что-нибудь. Лекан просто убежал. Эээээ. Интересно. Интересно, где же ты пьешь-то. Ну и что теперь? Я смотрю то, что вайпер свою дажду крови не утолил. Он дальше пошел. Ну а то, что надо кинуть кого-то. Ну вот смотри, в спину, вот такими вот окольными путями, он спину пытается видимо ДП выйти. Который сейчас уже Клакверк опрессуется. Ну, крудется. Ну, Клакверк не успеет даже это появление, видимо, вайпера. Хотя, ну застал, застал. И сам, взоры. Вайпер чисто катается по карте, я смотрю. Ну, он побегал. Спринт такой. Спайлер рассекает 40 мс по всей карте. Ну ладно, вайпер ошибся, да? Все мы ошибаемся, Дарья. Да, согласен. И вайпер тоже. И вот, наконец-то, исторический момент. Они собрались вместе с некрачами. Очень сильный сетап. То есть некрачи, ульта-шейкер, дрим-коил. Тут, на самом деле, развал в одну сторону будет. Ну, экзорциз к шампу откатился. Удара тут у джагера меньше тысячи хп. Он там вообще развалится без шанса. За фиссуру их основ. Я же молчу про остальных героев. Про вайпер, которые катаются. А шло, каркувил синего некрача. Оп, денежка. Давай сюда, сюда стоять. Хукшот. Раз, хукшот и деньги. Деньги, надо как-то зарабатывать. Ну, одного некрача уже вайс перец забрал. А то 150 голды халявные умерли у него на глазах. 41. Ну, хотя бы так. Блин, великам балда, волков. Скоро еще раз книжечка выкатал. Какой-то экзорцизм. Ну, они хотят, я так понимаю, по сайд вышкам больше побегать. Там Ликантроп нижнюю линию пушит. Пока у него по деньгам полнейший отрыв. Он может собрать все, что его душе угодно. Правда, пока не очень ясно, что его душе угодно. Я вот смотрю. Барабану ему угодно. Так, а там тем временем закрыли андайинга. И спасти его не представляется возможным. Хотя фиссура была хороша, но... Что-то как-то тут немножечко застопился Шейкер. И не сбил ИТП. Вообще, Рэддиантом драться не надо своим тетапом. Валов качают. Теперь нужно просто фармить. Им не нужно сейчас бегать на вражеской половине. Но если они кого-то убили, нужно тут же убегать. Потому что от Ликана и Пака, понятное дело, что никто не убежит. Противопоказан раз. Так, зацепили джиггернауту. Деться ему некуда, Салис у него повесили. Он бегает на вражеской территории. Он фармит более того на ней. Да, я тоже не очень могу понять, зачем он это делает. Есть более с его участки. Вот этот треугольник православный вообще никто не фармит. Здесь вообще никого нет. Я смотрю, здесь стаки вроде сделаны. Вот здесь двойной стак, например. И тупо никого. Последние 3-4 минуты вообще ни одна живая душа здесь не бегает. Да, вот так вот дедушка готовит своим внучкам, а никто не хочет прийти и покушать. Просто скорбьюшка сам надо, значит. Да, я думаю, действительно. Так, ну что, ты два вышка-то внизу уже упала, считай. И никто не дефал. Дефс было некому. Можно примерно так же пройтись по топу. Один вышка уж точно там давно заждалась того, чтобы забрали. Например. Теоретический момент. Дернал догадался. Что? Пойти на тройку? Но сейчас там будет уже опаснее гораздо. И видим то, что пошел у нас пофармить вайперы. И на этом попался. Тут уже Т2 вышки нету. Лес уже не их. Вылез лучше вообще не заходить. Вылез, понятное дело, что там люди, которые снесли Т2, они вот уже все ввардили. Так, но они хотят на Т3 пойти, да, пока экзорцизм работает. И так, раз барабанчики нажимаются. Половину времени будет работать. И глиф нет. Так что все. Вакал тавр. Лешка работает. 17-ая минута. Минус Т3 вышка. И решили еще и подраться, и на бараке пойти. Получится ли у них это или нет, не очень понятно пока. Но шейп-шифт нажимается на последнюю ману. Хукшотом промазывал. Флакверка погибает за это. И следом за ним отправился и его мидер отдыхать. Ну, без экзорцизма уже несется вяленько, конечно. Но казарму мечников добить очень хотят, я смотрю. Типаут пытается сделать антайн, вроде как делает. Помрет ли на базе или нет, это еще вопрос открытый. Вроде не помрет. Да, все хорошо у него. Все остальные тоже улетают, так не добив казарму мечников. Обидно за нее. Да, хорошо. Хорошо, ребятки. Там чувствуют свою силу, продолжают собирать ауру. Понятное дело, что радиантам отвечать особо нечего. И у них на самом деле были большие проблемы с тем, чтобы отдефаться по Т3. Но они умудряются дефать еще там Т2 стараются поддефать. Там в лесу с вами пытаются кого-то спасти. И это все приводит к тому, что сопротивления нет от слова совсем. Они даже андайнга не смогли заковырять. Поэтому сейчас они попытаются что-нибудь сделать. Какой-нибудь улынчик, смотри. Ликана нашли. Опа. А мана нет. Мана нет у Ликана. Мана нет, его убили. Теперь бежать. Джаггер, беги. Так, сюда пытался прилететь пак на хосте. Не убежит такой кверх, но Джаггера он не убьет. У него дримкол через 6 секунд, но все равно нужна подклевка. В любом случае, я вот считаю, что вот так вот бегать, как Вайпер бегает. Вот один, я не знаю, что он здесь один делает. Ну, он хотел присоединиться к своему ганг-отряду, я так думаю. Но почему-то запоздал. А, ганг-отряд от него отсоединился и просто убежал. Да, его бросили. Ганг-отряд что-то знал. Появляется Ликана из Рошана. Можно, конечно, начать с Тир-11 родовышки сверху. Раз по цифору, оп, Джаггера нашли. Ну, возможно, они хотят сначала Кирасу, да, фармить, потом уже на Рошана идти, чтобы прям совсем по-быстрому. Можно, можно. Ну, я пошел прям сейчас, они очень сильные. 4 тысячи, но пока у них огромнейшее преимущество, плюс у Джаггернаута нету, мне слышно. Я давать этому пику фармить вообще ни в коем случае нельзя, потому что, ну, опять же, ловкачи, 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 одеваются. И в один момент Ликану со своей броней ничего не сделает, а брони у него очень мало. Вот, 3 плюс 5, это при том, что он купил Баклер. Даже если он купит Кирасу, все равно в глубоком найти у него шансов против Джаггернаута, Вайпер просто. Это так. И опять Ганг-Отряд выдвинулся, по душу теперь уже Андаинга. Да, не нашли рыбное место. Так, мы тут пришли отпор давать. Все равно, продали пятерку, но снова без жертв не обойдется. Киргер всегда себя продает, я смотрю, во имя... Во имя Асасина? Да. Но, правда, сейчас он пятерку за четерку, так скажем, продал, так что не очень красиво получилось. Я думаю, в их случае вообще хоть какие-то размены, это уже норм. Здесь они продали не только за пятерку, они еще и за экзорцизм продают. Ну, экзорцизм реализуется. Да, 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 но меньше, меньше времени он бьет вышку под экзорцизм. Так они 100% теряли две вышки, а так они забирают только... Но там, тем временем, Ликан Троп, например, хочет доесть в казарму мечников все-таки. Но Глиф в этот раз откатился, так что опять... Насыт. Врачей потратим. Дай 3, 7, 7. Убей, убей, не хочу. Ликан пойдет улынить, давай, малыш, давай, малыш. Барак, 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 зачем герой? Барак бей. Ой, какой, 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 работай, мальчик. Все. Цель достигнута. Можно рейнджеровой вообще никуда не приходит вообще всем пофигу. Он читал Дэнг, пришел с руки. Дэнг, пришел. Они увидели ДП без экзорцизма, они захотели крови. Да, это хорошо, черт возьми. Барак увидели. Дэнг, вы просто такие заковырял. Лол. 6 тысяч. Рана. Они пятером встанут в кучку. Разве что, не знаю, Клокверк до Скуги в пятерых. И лужу туда. Ну и все. Ну, я думаю, что Вилл о висп как-то, если хорошо законтролит, разве что. И то это такая неверная штука. Ну, там Аганим нужен. Аганим, я думаю... Аганим у Котла будет не скоро. Да, ну это так. Ну что, у нас тут пока видим то, что вытолкнули из когов самого Андаинга. И Андаинг начинает мстить. Теперь уже из самого Котла зацепили. Котел никуда не денется, по идее. Хотя за ним гнаться будут лифт, будут, будут. И его некрочи разорвали. Тут и два надо снести. Два прям рядышком стоит. Рошана нет смысла сейчас. Ну, с Кирасой это мне тоже легко дастся. Да, да, да. Можно даже Т3 побить. Такой шанс, да, что вот эти вот спамеры в виде Котла и Вайпера, они умерли. Вот тот же Вейт Спирит, он может, конечно, прийти там что-то поспамить, но, как мы видели, Ликан базу все равно убивает. Да, все более Джаггер без Вайбека умер на 40 секунд, так что тут уже ничего и не остается. Прилетает сюда еще пак помочь, прожимаются барабаны. И ДП эту, в принципе, ты не нужна. Она может топом заняться там, я не знаю. Хотя в этом тоже особенного смысла нет. Вот приходит один из спамеров из таверны. Зацепили пятерку. За это наказан будет Клакверк, если не отойдет. Шейпшифт прожимается. И Клакверк умирает. Дальше что? Дальше решили опять убить Вайпер. Самый противный спамер. Все-таки надо было его вынести. Это минус. Но Андайник там чуть было не погибло. Он пока живет. Подхилился, красавчик. И теперь дальше нужно его Вейспирита тоже убивать и наказывать. То есть у него все в кулдауне, уходить у него не было шансов. Клакверк прожил байбэк. И Фитфест продолжается. Еще кто-то придет? Разрыв. Вообще здесь в целом-то уже нечего делать. Надо Казарму Мехи добить по-хорошему. Но так-то на третью сторону пойти они не смогут. Так что легче развернуться на Рошана. Да, они большие молодцы. Они выбили большое количество пайбэков. Заработали очень-очень много. 13 тысяч голды перерез. Осталось дождаться формы Ликана. Осталось дождаться экзорцизма ДП. Закупиться желательно всем, потому что у людей появилось. Слишком много денег. Самое время затариваться. И надо восстановить маны. Так получилось, что аркан тапок вообще ни у кого нет. Из-за этого они все вынуждены бегать на базу. Шейкер бежит на базу без мана. Андайк бежит. Шейкер еще Кларетками постоянно обмазывается. Мана все равно заканчивает. Так, там еще Рошан уже и прочекали. Филты хотят за него подраться, пока не в пятером. Время прогнозировать, за сколько времени их снесут. Ну здесь достаточно быстро развивается катка по меркам того, как обычно однокалиточные карты идут. Я думаю, минут пять самое большое еще осталось. Я, наверное, поставлю четыре даже. Может быть, трикс. Одна драка, да, одна драка. Мне кажется, они напишут ГГ, пока трон не будут нести. Может быть. Добить бы как-то вайтера. Пак догонит. А в пак так и не уходит. Дудэнь! На! Он не потерял его! Нормально все, куснул. И добить барак. Можно прямо сейчас заезжать на базу. Но их БД разваливает. Ну тут бэкдор протекшен немножечко мешает. Да, да, да. Внизу чуть-чуть крипы. Вот подошли, все. Надей шажер, чтобы упали дальше. Ох! Так, что-то. Минус два, пятнадцать тысячи. Рошан все еще. Это на самом деле, Рошан даже не особо нужен. Они могут просто пойти и третью сторону донести без Рошана. Да, но сейчас тут видим то, что мой спирит кусается. Не очень хотелось бы, чтобы он крипски делал. Поэтому его надо бы отогнать или забрать. Как получится уж. Вроде как он просто улетит. Вторую, вторую. На. Хорошо. Ну вот, два айбэка парня поумирали. Много времени их в таверне. Мы будем наблюдать. Ну и тут прям под самыми вардами. Вообще не стесняюсь. Археша начинает бить Рошана. Хотя вроде как это делает одна ДП. А Ликантроп не особо хочет присоединяться. А у него Тараска, кстати, появилась. Трис 600 ТП. Ну, у них врачей сюда жать не имеет смысла. Да, он, конечно, Ликан их нажал. Но, по сути, можно было бы с одним экзорцизмом попросиво дело собрать. А у них врачи уже ставить на базу. Но у них слишком большое преимущество. Ты закончишь побыстрее. Попить кому-то изолятор. Вышки быстрее бить. Пить кому-нибудь. Владмерс. Еще 18% урона. Давай уезжаем. Рейденты прям борцы-борцы. Интересно, о чем думает команда, когда она уже вот так вот проигрывает. Я не знаю. Потому что они там тоже ставят, мол, пацаны, как быстро нас снесут. И через себя борются до конца. Интересно, они убьют на Кана, если в тюрьму его убить? Почти 4К хп у пацана. Кстати, дизолятор. Моги уложили. Почти дизольку. Ну, мне кажется, не успеет. Он пока обновил. Смотри, барабанщик. Барабанщик, да. Красавчик. Так, ну а там на борьбу вроде выдвинулись. Котел. Пульту нажал. И пошло дело. Так, блайнд есть. Пока не особо это кому-то мешает. Не крачь один, но помрет в луже. Тоже это никого не заботит. Так, экзорцизма 40 секунд. Задувают как могут, но пак ворвался со спины. Никто этого не ожидал. И в том числе, я думаю, вайпер тоже, который сейчас от этого откиснет просто. Погибает. Летел на верочку прям так, как Локверк. Туда же залетается у нас умнислэш. И умнислэш нанес довольно много урона по андайингу, который может просто себя выхили соло-рифом, что он и сделал. А дальше вот спирит, у которого опять все в кулдауне неожиданно оказалось. У него едет смилейт, но он не успеет его нажать. И опять вылез зори. А, он выкупился, все понятно. Чтоб был еще раз умереть. Дартизм 5 секунд, и там уже заканчиваем. Умнислэш закончился. Кто-то нет, вайпер без ультимейта. Пытаются убить андайинга. Расставчики они это сделали. Удп, дп, дп, дп. Работает, ульта. Ульта дамажит. А вайпер пытается что-либо сделать, но против удп это вообще без шанса. Ульта это шейки разобрать. Усю-сю, молодцы, разорвали. Ну, минус 2 саппорта. А, ну с дп ничего. Придумать немного. А что поделать урон? Много, действительно. У нее уже, вот видим, неплохо так все складывается. И забирают пакверками, как рюпы есть. Добить базу, делать техники. Изи. Слушайте, 40 секунд до моего предикта. То есть получается я победил? Ну, если сейчас за 40 секунд базу сломают. А, нет, сломали все. Она сломалась. Да, все, она сломалась. Тогда да, вы победили. Ну что ж, вот такая у нас каточка получилась замечательная. Аркаш Гейминг побеждает со счетом 2-0 и укрепляет свое положение в рамках второго дивизиона. Они даже до сих пор могут, как мы уже говорили, претендовать на второе место и попадание в первый дивизион. Мы будем смотреть, получится это у них или нет, но это будет уже не сейчас. Не сейчас и не здесь, потому что сегодня наш игровой день на этом заканчивается. Да, Дмитрий? Да, Дарья. Был рад вас увидеть на нашем дивизионе. Заходите к нам почаще. Да. Пока вроде как меня судьба милостивит от этого. Ну что ж, у нас тут пока на этом мы с вами заканчиваем наше путешествие. Что ж, будем встречаться в последующие дни на других дивизионах, на разных Америках. Ну а пока желаем вам спокойной ночи или доброго утра и приятного времяпровождения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok